В предыдущих выпусках мы рассказали о том, как пытались составить технологические карты визуального и измерительного и ультразвукового контроля. По итогу нами было составлено 5 техкарт. 2 техкарты визуального и измерительного контроля, 1 для строительства, 2 для эксплуатации, а также 3 техкарты ультразвукового контроля с применением ARD-диаграмм, 1 для эксплуатации и 2 для строительства. Из них первая предусматривала автоматическую калибровку задержки в призме, вторая предусматривала ручную калибровку задержки в призме. Таким образом, по итогу, повторюсь, пять техкарт у нас получилось, и в завершении этого цикла мы расскажем о нашей попытке составить еще две технологические карты ультразвукового контроля, но уже с режимом временной регулировки чувствительности. Как и в прошлых выпусках, мы вкратце пройдемся по содержимому техкарт и поясним отдельные моменты, отдельные положения и разделы, особенно те, в которых есть существенные отличия от предыдущих версий техкарт с ARD-диаграммами. Раздел «Параметры контроля». Позадумьте, здесь изложены ключевые параметры контроля, знания которых может оказаться достаточным. Предполагается, что опытным дефектоскопистам это сэкономит какое-то время, поскольку избавит их от необходимости каждый раз перечитывать наши технологические карты, особенно если учесть, что мы их осознанно старались сделать как можно более подробными. Далее, в пункте 2.2 сразу оговаривается включение B-зоны, поскольку в обеих технологических картах подразумевается ручная калибровка задержки в призме, то для этого нам понадобятся показания пути по лучу в B-зоне, а также разница показаний в A-зоне и B-зоне. Поэтому уже на начальном этапе настройки мы предусматриваем включение B-зоны. Следующий пункт 2.3.5 в параметре показания 4 мы решили оставить вариант ERS, просто потому что остальные величины нам все равно ни к чему, зато так мы сможем легко переключаться между режимами VRC и ARD. При условии, конечно, что кривые ARD и VRC были предварительно созданы и настроены. То есть оператор после включения режима ARD может в любой момент перейти в меню датчик, в подменю первого или второго уровня VRC ARK, и прибор перейдет в режим временной регулировки чувствительности. Но в последующем, опять же, в любой удобный для себя момент оператор может снова включить режим ARD, и тогда в поле показаний ERS уже будет отображаться какой-то результат. Таким вот образом, без каких-то сложных манипуляций, без дополнительной настройки, без дополнительных подтверждений, оператор может легко и быстро переключаться между разными режимами контроля. Причем, что любопытно, эквивалентная площадь отражателя в поле показаний ERS отображается даже в том случае, если у оператора включен режим ARK, кривая амплитуда расстояния. Тогда на разверте на экране OSD-60FR дополнительно к кривым ARD отображается кривая ARK, такого вот красного цвета. Но вернемся к нашим техкартам. Самый интересный раздел – это, конечно же, пункт 2.3 «Настройка чувствительности». В регламенте, который был выбран нами в качестве руководящего документа, есть опорный уровень. Он устанавливается по зарубке в настроечном образце с последующим введением соответствующих поправок. Есть еще также контрольный уровень, он же уровень фиксации, и есть браковочный уровень, который также устанавливается по зарубке и который фактически равен опорному уровню, если у нас нет никаких поправок на чувствительность и на шероховатость. Как раз-таки такая ситуация у нас будет в техкарте для строительства, а вот для эксплуатации там уже будет поправка чувствительности минус 2 дБ. Мы об этом говорили в предыдущем выпуске, мы к этому еще чуть позже вернемся. Как бы то ни было, браковочный уровень у нас будет устанавливаться на 80% высоты экрана, за него будет отвечать озона на разверте. Почему именно 80%? С одной стороны, это достаточно высоко, чтобы обеспечить необходимое усиление и, соответственно, более высокую чувствительность контроля. С другой стороны, это несколько меньше 100% высоты экрана, поэтому нам будет проще следить за высотой сигналов и проще как-то ориентироваться в том, превышают эти сигналы браковочный уровень или не превышают браковочный уровень. Ну и кроме того, 80% аккуратно делится на 2, как раз-таки кратно ячейкам на развертке прибора. Контрольный уровень, он же уровень фиксации, у нас будет устанавливаться на 40% высоты экрана, поскольку он вдвое меньше браковочного уровня. И по идее на этом все. Руководящие документы больше не требуют от нас никаких дополнительных шагов по настроению чувствительности, ни в регламенте СТО «Газпром-083-2006», ни во временных требованиях не содержится никакой информации о так называемом поисковом усилении. Как такового поискового уровня в этих регламентах попросту нет. И позадумьте, работать это должно следующим образом. Настраиваем опорный уровень по опорному отражателю настроечного образца и вносим поправки. В технологической карте для эксплуатации такая поправка есть, минус 2 дБ, тем самым получаем браковочный уровень. Далее выполняем сканирование. Если сигнал от дефекта превышает А-зону, то это однозначно брак по амплитудному критерию. Если сигнал ниже В-зоны, то такие дефекты пропускаем и не отражаем их в заключении. А вот если сигнал ниже А-зоны и выше В-зоны, то измеряем условные размеры, суммарную условную протяженность дефектов и дальше оцениваем их по нормам от браковки. То есть в заключении мы будем указывать все дефекты, эхо-сигналы от которых достигнут, превысят В-зону. Как представляется, такой подход больше соответствует букве выбранных нами руководящих документов, тем более, что и в основном регламенте и в наших техкартах предусмотрен поворот преобразователя в процессе сканирования на 10-15 градусов. А значит мы сможем прозвучивать сварные соединения с разных сторон, обходиться без дополнительного усиления и фиксировать максимальную амплитуду отраженных сигналов от дефектов, независимо от их пространственной ориентации. Ну, по крайней мере в теории так. Другой подход предполагает повышение усиления после настроения чувствительности. Чаще всего на 6 дБ, но далеко не всегда. Делается это для того, чтобы в процессе сканирования не пропустить дефекты. Ведь, во-первых, при перемещении преобразователя практически неизбежно ухудшается акустический контакт, просто ввиду того, что через границу раздела сред проходит меньше звуковой энергии. Во-вторых, акустическая ось преобразователя, опять-таки, не всегда попадает четко по центру дефекта. И, стало быть, это тоже мешает сразу получать максимальную амплитуду отраженного сигнала. Поэтому, чтобы уж наверняка не пропустить никакие дефекты, после настройки браковочного уровня чувствительности, ее, эту самую чувствительность, поднимают на 6 дБ. При таком подходе удобнее настраивать браковочный уровень, то есть, в нашем случае, это была бы А-зона на 50% высоты экрана, а контрольный уровень, в нашем случае, это, опять-таки, была бы Б-зона, удобнее было бы настроить на 25% высоты экрана, то есть, вдвое меньше. Соответственно, когда усиление будет поднято на 6 дБ, то 100% высоты экрана будут обозначать браковочный уровень, А-зона будет обозначать контрольный уровень, Б-зона будет обозначать, ну, условно, поисковый уровень. На всякий случай мы составили дополнительные версии технологических карт ультразвукового контроля уже с поисковым усилением плюс 6 дБ, и в них есть, например, такой занимательный момент, как программирование кнопки дБ на панели управления дефектоскоповой SD60F-R. Для нашего случая было бы удобнее настроить эту кнопку на плюс 6 дБ, и, соответственно, это помогало бы нам переключаться между уровнями чувствительности, то есть, однократным нажатием на эту кнопку мы подняли усиление на плюс 6 дБ, повторным нажатием сбросили эти самые 6 дБ, то есть, приопустили усиление. Хотя параметр усиления доступен во многих меню и подменю ультразвукового дефектоскопа USD60F-R, поэтому пользователь также может задать там шаг, например, те же самые 6 дБ, и, в общем-то, тоже довольно легко поднимать или опускать усиление на заданную величину. Но вернемся к нашим техкартам. Еще одно важное уточнение про поправку чувствительности, о которой мы уже упоминали. В рассматриваемом нами случае в технологической карте ультразвукового контроля при эксплуатации предусмотрена поправка чувствительности минус 2 дБ, при этом в режиме ARD для внесения поправки есть специальный пункт в меню, а вот в режиме VRC поправка, по сути, вводится лишь простой регулировкой усиления. То есть после того, как мы установим опорный уровень и поднимем высоту эхо-сигнала от зарубки до озоны, то есть до 80% высоты экрана, и после того, как мы настроим VRC, нам нужно будет опустить усиление на минус 2 дБ, и тем самым мы введем поправку чувствительности согласно таблице 21 регламента Газпрома. Еще один любопытный момент – это то, что мы можем считать одинаковыми сигналами от зарубки при прозвучивании прямым и однократно отраженным лучом. Это может нам понадобиться, например, для оценки того, насколько корректно выравниваются сигналы после включения VRC. И вот здесь, помимо визуальной оценки высоты эхо-сигналов на разверте, наверное, было бы целесообразно указывать более конкретные рамки, в пределах которых эхо-сигналы от зарубки могут считаться одинаковыми по амплитуде. Например, согласно таблице 22 в регламенте Газпрома дополнительные регулировки чувствительности не требуются, если ее отклонение не превышает 3 дБ. Поэтому мы в своих технологических картах указали именно эту величину. Хотя в пункте 10.6.5 того же регламента говорится о том, что разница между сигналом от отражателя и нормативным уровнем чувствительности не должна превышать 1 дБ. Если посмотреть другой документ RD341730297, то, например, в пункте 4.3.8.1 говорится о том, что контроль с использованием VRC допускается для дефектоскопов, обеспечивающих выравнивание эхо-сигналов от равновелитых отражателей в зоне контроля с точностью плюс-минус 2 дБ. Другой пункт 4.5.13 того же документа также требует, чтобы относительная погрешность измерения амплитуд эхо-сигналов не превышала те же самые плюс-минус 2 дБ. И, к слову сказать, точно такая же норма есть в стандарте ГОСТ-Р50.05.02-2018. Ну и что касается пункта 2.5.8, в предыдущем выпуске мы об этом не проговорили, но учитывая, что наша техкарта предусматривает периодическую проверку отклонения чувствительности, вероятно, амплитуду эхо-сигнала от искусственного отражателя, от опорного отражателя, стоит запомнить или где-то записать себе. И, возможно, даже не было бы лишним добавить соответствующую рекомендацию в наши техкарты. Ну, то есть, на этапе настройки неплохо бы запомнить амплитуду эхо-сигнала от опорного отражателя, разумеется, после внесения соответствующих поправок, если они предусмотрены. Ну, просто потому, что в последующем нам придется сверяться с этой цифрой, и лучше бы сразу ее как-то себе зафиксировать. Нормы оценки качества сварных соединений, понятное дело, для строительства и для эксплуатации они будут свои. Ну, что ж, и напоследок, по традиции, посмотрим, что нам предлагает приложение НК-Консультант. Включаем интернет и запускаем приложение. Выбираем все ту же категорию «Газпром». Параметры объекта контроля приложения все еще помнят. Другие мы пока не указывали. Метод контроля нас сегодня интересует ультразвуковой. В общем-то, почти все разделы мы рассмотрели в прошлом выпуске, когда говорили про ARD-диаграммы. Сегодня давайте повнимательнее посмотрим, например, раздел «Выбор СОП», в котором изложены требования к настроечным образцам, их форме, материалу, к искусственным отражателям. Здесь можно выбрать уровень качества, можно скорректировать толщину, и в зависимости от этого меняются значения ширины и высоты зарубки, максимально допустимая эквивалентная площадь, поправка чувствительности и другие переменные, выделенные жирным шрифтом. В разделе «Ширина зоны зачистки» видим, что можно ввести длину преобразователя, и в зависимости от этого автоматически рассчитывается ширина подготовленной под контроль зоны. У нашего датчика длина 36,5 мм, поэтому зона зачистки составит 102 мм, согласно приложению. И здесь же, кстати, в этом разделе, обратите внимание, содержатся рекомендации по подготовке к механизированному ультразвуковому контролю. Отдельный раздел посвящен проверке параметров преобразователя на мерах SO2 и SO3. Раздел «Нормы от браковки». Здесь, опять же, можно выбирать уровень качества, можно корректировать толщину стенки и диаметр. Нормы во второй таблице, изложенные согласно временным требованиям, совпадают с нормами оценки качества из нашей технологической карты для строительства, соответственно. А вот что касается технологической карты ультразвукового контроля при эксплуатации, то здесь один любопытный момент. Если посмотреть нормы от браковки в первой таблице в приложении, то можно увидеть, что они указаны в соответствии с рисунком 18, листом вторым основного регламента. Мы же моделировали немного другие параметры объекта контроля, поэтому в своей технологической карте ультразвукового контроля для эксплуатации ориентировались на рисунок 18, лист 3. Ситуация здесь примерно такая же, как с техкартами визуального и измерительного контроля, когда мы рассуждали про экспертизу промышленной безопасности, про диагностику и так далее. Как бы то ни было, разработчики приложения НК-консультант делают акцент на нормах для строительства и ремонта, ну просто потому, что это наиболее распространенные случаи. Поэтому выкладки приложения НК-консультант по итогу отличаются от того, что мы в конечном счете указали в своей технологической карте для эксплуатации, ну просто потому, что мы выбрали, скажем так, не самую тривиальную ситуацию. Ну что ж, это было приложение НК-консультант. Скачать его можно в Google Play. Актуальная информация о способах оформления подписки доступна на форуме defectoscopies.ru. Ссылки на скачивание всех наших технологических карт и визуального измерительного контроля, и ультразвукового с применением ARD-диаграмм, и с применением режима VRC. В общем, все наши технологические карты можно скачать. Ссылки будут в описании к этому сюжету. Ссылки есть в описании к предыдущим сюжетам данного цикла, скажем так. Так, мы пока с технологическими картами закончили, хотя и не исключаем, что будем вносить какие-то правки, ориентируясь на комментарии зрителей, более опытных специалистов ультразвукового контроля. Поэтому будем признательны всем за содержательный отклик на данный видеосюжет. Продолжение следует...